Раньше, когда у нас разговор только до заключения контракта и в период, такого не было, чтобы мы долго ждали. Сразу берем? Да, конечно. Абонент временно недоступен. Десятый звонок за утро и никакого результата трубки в компании не берут уже неделю. Наталья Резник разрывается между звонками в фирму «Ты и я» и лежачей матерью, за которой нужно ухаживать круглосуточно. Женщина пыталась нанять сиделку и уже даже оплатила услуги на две недели вперед в размере 15 тысяч рублей. Помощница на работу вышла, но ровно на один день и больше здесь не появлялась. У нее поменялись обстоятельства, у нашей сиделки Анны. Она написала смс-ку, связываясь с моим руководством, я типа не приеду. Да, мне пришлось остаться на ночь, мне пришлось на следующий день остаться, не пойти на работу. Я постоянно звонила директору, он говорил, что вопрос решается, что завтра утром к вам придут, там Лена придет, еще кто-то придет. На утро никто не пришел. Ситуация не решилась ни через день, ни через неделю. В компании Натальи только отвечали, специалиста ищут. В конце концов, женщина сообщила, что хочет расторгнуть договор и попросила вернуть деньги. Директор фирмы сначала согласился, а затем просто перестал отвечать на звонки. С понедельника я позвонила, мне никто не отвечает и начала каждый день послать смс-ку. Доброе утро, добрый день, Александр, ждем от вас сообщения, когда, где и сколько получать денег. Ни перезвона, ни ответа, ничего нет. Поговорить с сотрудниками патронажной фирмы на рабочем месте тоже невозможно. По двум адресам, которые указывают руководство, такой организации нет. Юридический адрес организации «Ты и я», улица Внутриквартальная 1, дом 13. Мы сейчас находимся прямо на ней. Местные жители рассказывают, что дома частного сектора здесь несли еще около 10 лет назад. Поэтому компанию «Ты и я» сегодня здесь мы найти так и не смогли. В сети пользователи тоже делятся неприятным опытом сотрудничества с этой организацией. Оставляют отзывы о хамстве сотрудников и некомпетентности персонала. Сам директор все-таки вышел на связь, чтобы объяснить, почему игнорируют родственников тяжелобольной женщины, с которых деньги взял, а услугу не оказывает. Вы знаете, это тоже такая простая, по восьмому может смс-ку написать. Но почему понимание-то нет, что кто-то спит еще в это время. Вот захотелось и по восьмому написать. Вы как-то взаимодействуете с ней, потому что сегодня она звонила, трубку не снимали. Ну потому что я говорю, ну в выходной день тоже, понимание, с утра я был занят, например. Вчера, когда она мне по восьмого утра написала, даже отвечать не стала. Деньги ей будут возвращены? Конечно будут, все по закону в течение 20 дней, банковских чисел, в течение 20 банковских дней. Получается, что деньги Натальи вернутся только в следующем месяце, не раньше 20-х чисел февраля. А пока у женщины нет ни помощи сиделки, ни средств на ее услуги. Алена Крашенинникова, Владимир Антонов, Новости ТВК.